Русский язык 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 У нас была Второй Отечественной войной. Тоже мало кто знает. Так вот, он впервые был отпразднан в 1986 году. И никакая ни коммунисты, ни партийная власть, ни государственная власть, ни советская власть к этому празднику не приложила не то что ноги, даже руки. Он был проведен энтузиастами в самом северном городе нашей страны, Мурманске. Писатели, вот такой был энтузиаст, Виталий Маслов, он собрал писателей своих. Туда приехал Володя Крупин, Юрий Кузнецов, Володя Личутин. И вот они собрались и впервые провели там этот праздник. Потом все подключились писатели, которых называли деревенщиками, почтенники. Распутин, Белов, вы прекрасно знаете этих всех, Астафьев. Все эти люди подключились, все эти писатели. И праздник пошел. Потом была Вологда, Великий Новгород, а дальше уже Киев, Москва, Минск, Кострома. И пошло, пошло, пошло. И где-то в 91-м году он стал церковным праздником, а уже с 92-го, по-моему, года он стал государственным праздником. То есть все произошло от энтузиастов. Именно энтузиасты решили, те, кто так близко принял к сердцу то, что происходит у нас с нашим языком, то, что мы потеряли наши истоки, корни наши в языке. И то, что, если мы говорим о засиле иностранщины сегодня и прочих, то это опять же говорит больше не о том, что нет законов, а это говорит в основном о нашем духовном опустошении. Понимаете, как может человек, которому никогда не учили нормальному русскому языку, говорить нормально на русском языке? Как может быть человек знать историю своего языка, своего народа, историю славянства, если он об этом, как говорится, вся жизнь его была, учеба была построена о том, что вся наша жизнь начиналась с 17-го года, а потом новая Россия с 91-го года. И, короче говоря, все время мы строили новые России или новые какие-то там исторические общности, а в результате мы забывали, откуда есть пошла земля русская и что мы вообще за люди. И сегодня мы имеем то, что имеем. И если раньше наши бабушки, так называя, как говорил патриарх, белые платочки, где-то спасли церковь нашу, то сегодня наши бабушки, комсомолки, они вон тут приторговывают всем, чем можно и чем нельзя. Тоже бабушки. Но они воспитаны на других ценностях, духовных ценностях. И если мы сегодня, вы сами это прекрасно знаете, ведь по улице нельзя пройти, а если там рядом с Макдональдсом остановишься или еще с какими-то кафе, то там у молодежи стоит мат на мать. Понимаете? Вот русский язык, который может передать, помните, там говорить, можно с ним на любом языке, можно говорить, можно говорить, много об этом. Который может передать все нюансы души. В основном мы душу свою, эмоции, передаем матом. Везде. Отверху до и бомж на мать и говорит, и правительство на мать и говорит. Да, мы слышите иногда. Да, мне иногда приходится, вот я вот так вот тоже вот когда-то так скажу, заявляет. Понимаете? Ну если ты это заявляешь с высоты своей должности, что может сказать тогда простой ребенок или простой человек, который живет? Ну так там, вон они. Президенты с председателями говорят, так, так и я должен. А мат стоит сплошняком и в семье, и на улице. А что это значит? Это значит, что мы перестаем мыслить. Мы перестаем, понимаете, вот выражать свои мысли связно. Мы забываем об этом. Потому что у нас все это заменяется таким клиповым мышлением. И поэтому мы и видим вокруг себя сплошняком людей, которые не могут связать двух-трех слов. Три абзаца прочитать и вместе его связать, это уже трудно и сложно. Я уж не говорю, что сегодня происходит в школе с тем же русским языком, когда сколько там было, 32 балла надо набрать, потом мы спустили даже до 24, а скоро и до 12 дойдем. И у нас останутся одни, кто там эти, меченайзеры, или как там их, не поймешь по этому. Хотя наши же слова и спутник-то, вы знаете, космонавт, нормально пользуются. И можно было и находить, и, как говорится, и не вспоминать про галоши с мокроступами и прочими-прочими делами. Но всегда, еще раз говорю, язык – это живое существо. Язык – это то, что нам было дано Кирилловым и Мефодием. Да, это греки. Да, они нам сюда пришли. Да, они принесли нам Евангелие прежде всего. Ведь учение, язык, письменность была, можно, ведь говорят, была до этого письменность русская там и прочее, была какая-то, азбука какая-то была, но не в этом дело. Дело в том, что они для нас принесли Евангелие, Слово Христа на нашем языке, дали возможность понять и прочувствовать. И как только мы это обрели, так сразу мы стали не просто племенами, племя там Тревлян, Полян и прочее, прочее. Мы стали уже русским народом, потому что в корне своей русский человек, это только у нас может быть, в других странах этого нет. Обратите внимание, есть русский немец, русский еврей, русский кореец, русский бурят, понимаете? И потому что он, да, он по национальности бурят, но мышление, видение, мировоззрение у него русское. Ибо вот этот цивилизационный код, который мы приносили в земли Азии, Кавказа, Севера, он именно нес именно ту цивилизацию, которая была выше и интереснее той. Просто была выше и интереснее. Она создавала великую музыку, великую литературу. А что сейчас мы можем нести? Если раньше нас народы где встречали? Добровольно, с радостью, где не очень, будем говорить, но в любом случае они понимали и шли под белого царя и видели, что учитель идет и несет им свет и добро, то что сегодня может принести туда русский человек, кроме мата? Что он может ему сказать и показать? С чем? Вот давайте, живи как я. А как я живи? Воруй, матерись, не уважай старших, не уважай семью, называй, извините меня, сожительство гражданским браком. И все счастливы, и все довольны. И это идет на полном, во всех средствах массовой информации. И все это принято. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова А.Кулакова